Приветствую вас, дорогие братья и сестры! С завершением первой недели Великого Поста. Обычно этот день называется торжеством православия, этот воскресный день. Но мне хотелось обратить наше с вами внимание сегодня на несколько другую тему. Поэтому невольно хочется сказать в этот воскресный день «Слава долготерпению Твоему, Господи!» Потому что вот и наступил этот первый воскресный день Великого Поста. И на ушедшие недели, с понедельника по четверг, мы внимали умилительным словам Великого Покаянного Канона Андрея Критского. И еще раз на жизненном пути каждого из нас, Господь Иисус Христос, «Каждого из нас ввел в дверь Великого Поста, поставил еще раз на путь покаяния». И каким же должно быть движение нашего сердца? Первое воздыхание нашей души, как ни словами благодарности Господу. «Слава долготерпению Твоему, Господи!» Никто из вас не скажет, что мы не продолжаем грешить. Никто из нас так не скажет, а Господь все терпит. И не пресекает древо жизни каждого из нас. Терпит, как бесплодную смоковницу, все ожидая нашего покаяния и нашей доброй христианской жизни, ведущей к вечному спасению. Так почему же так долготерпит каждого из нас наш Господь Спаситель? Потому что Он хочет нашего покаяния. Потому что Он не хочет, чтобы кто-нибудь из нас погиб для жизни вечной. Он хочет, чтобы мы еще и еще раз принесли Господу покаяние в грехах своих, чтобы мы обновляли свои духовные силы, украшали их для борьбы со страстями и греховными искушениями, чтобы мы еще раз прошли это великое и спасительное поприще Великого Поста. И сколько вразумлений, сколько утешений подает нам Господь Спаситель через свою Церковь в эти дни Великого Поста. Как Он через Церковь содействует нам, помогает нам принести глубокое, искреннее и слезное раскаяние в наших грехах. Вот мы вслушивались в канон Андрея Критского с умилительными запевами «Помилуй меня, Боже, помилуй меня». И только в эти дни мы слышали слова особых молитв Великого Поста, молитв, располагающих нас к покаянию, к сокрушению духа. «Господи, Сил, помилуй нас! Помилуй нас, Господи, помилуй нас!» И многократно повторяются слова молитв умирающего разбойника благоразумного. «Помяни меня, Господи! Помяни меня, Владыка! Поменя, Святый, когда придешь во Царствие Твое!» Нас ожидает еще раз умилительный покаянный канон святого Андрея Критского, который будет читаться в храмах на пятой неделе. А далее будет поклонение Святому и Животворящему Кресту в крестопоклонное воскресенье. А затем похвала Божией Матери. Будет прославление Той, без которой не можем мы, грешные, спасти себя для вечной жизни. Ведь Она помогает нам. Она путеводит нас по пути к вечному спасению. А чего требует от нас в эти дни Великого Поста наш Господь через Свою Святую Церковь? Он ждет и нет, не требует, Он просит, умоляет нас, просит от нас молитв поста и покаяния. Ведь молитва – это золотой ключ, которым открываются сокровища милосердия Божия и прощения. Это духовное оружие, которым, по слову Господа Спасителя, побеждается невидимый враг рода человеческого. Молитва помогает нам освободиться от тех оков, которыми опутывают нас земные помыслы. Молитва низводит на нас с высоты небесной бесчисленное проявление любви Божией к нам. Молитва всегда нам нужна, на каждый день нашей жизни. Без молитвы не может быть жизни со Христом, не может быть без нее жизни духовной у христиан. Но особенно нужна она в дни Великого Поста. И к такой усиленной молитве в эти дни Поста зовет нас Святая Церковь. К молитве с поклонами, к молитве особой, молитве углубленной. И еще задолго до Великого Поста Святая Церковь от нашего имени молилась в храмах покаяния отверзими двери Жизнодавча. Молилась о том, чтобы Господь помог нам в эти дни совершить должное покаяние перед лицом Божьим. «Ибо все мы грешники, все мы изъедены грехами, образно говоря, от ног до головы. И Святая Церковь именем Божьим взывает к нам в эти дни Великого Поста и просит воздержания. Потому что воздержание, как и молитва, необходимо во все дни жизни нашей», и сказал Господь, в Евангелии от Луки в 6 главе 25 стих мы слышим, «Горе вам, присыщенные ныне, ибо взалчите». А в том же Евангелии в 21 главе 34 стих Господь говорит, «Смотрите за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Господь заповедует всем нам воздержание. Но в дни Великого Поста особое воздержание и особый пост, потому что, помогая нашей молитве, пост снимает тяжесть с нашего грешного и бренного тела. И Церковь ждет от нас, в лице самого Господа, ждет покаяния во всех наших согрешениях. В каждом из нас живет дух греха, и он беспрерывно прорывается то в наших греховных мыслях, то в нечистых наслаждениях, то в грязных желаниях, то в гнилых и бранных словах не хватит времени ни одной передачи переслистить все виды наших согрешений. Вот поэтому мы должны в эти святые дни принести Господу покаяние во всех своих согрешениях, мыслью, словом, делом и помышлением, содеянных нами. Ведь грех – это язва на нашем бессмертном духе. И если появляется внутри нашего тела или в нашем теле язва, мы спешим ее излечить, пока она не становится неизлечимой. Если нужно, мы делаем операцию, мы хотим освободиться от этой скверны, от этой язвы. И если мы запустим болезнь, она может стать уже неисцелимой. Но еще грехи – это язвы и нашей души. И пока грех не стал настолько въевшимся в наш дух, что преодолеть его становится трудно и даже почти невозможно для наших сил, мы должны покаянием исцелить себя от этих греховных болезней. Вот почему Церковь ждет от нас, чтобы все мы, дети своего сладчайшего небесного Отца, открыли обнаженными все язвы своей души перед Господом со слезами раскаяния, чтобы выжечь эти язвы из нашей бессмертной души. А потому завершение этой передачи я хочу горячо и молитвенно пожелать всем нам, особенно вам, слушающим ее, дорогие завтрашние, послезавтрашние и последующие исповедники своей грешной души. Хочу пожелать глубокого раскаяния перед лицом Божьим, а также всей душой желаю радости прощения, какую Отец Небесный готов дать каждому, кто плачет, кто воздыхает, кто не желает гибели своей вечной, кто жаждет спасти свою душу для тех радостей общения со сладчайшим Господом, какие Он готовит для верных Своих детей в Своем Вечном Небесном Доме. Свои из Своей Субтитры создавал DimaTorzok